На какой гитаре лучше учиться играть? Тут зависит от ваших целей. Если вы учитесь в музыкальной школе, то вам подойдет вот такая классическая гитара под нейлоновые струны. На такой гитаре проще играть какие-то классические произведения, ну примерно вот такие вот. Если вы ставите цель играть песни или играть в стиле фингерстайл, когда используются какие-то щелчки, бочки, то, естественно, вам подойдет гитара под железные струны или так называемая акустическая гитара. То есть на этой гитаре проще делать какие-то приемы, фишки, которые присущи стилю фингерстайл. Ну, например... Стоит ли покупать дорогую гитару? Я считаю, что не стоит, потому что вы можете как бы потерять интерес к обучению. Если у вас будет все получаться, то, соответственно, вы можете купить инструмент уже хорошего качества. С каких песен лучше начать учиться играть на гитаре? Я обычно начинаю с песен, которые на три аккорда. На три, на четыре аккорда. Во-первых, это самые простые аккорды. Это АМ, Ля минор, ДМ, Ре минор и аккорд Е и мажор. Также в эту категорию можно поставить аккорд А7. На этих аккордах можно сыграть какие-то народные песни, типа «Мой костер» или «Тонкая рябина», или «Колокольчик», романс известный. В принципе, можно начать с песен Виктора Цоя, потому что они тоже идут без баре. То есть это аккорды Ля минор АМ, аккорд С, ДМ и аккорд Ж. Такие песни, как «Группа крови на рукаве», «Звезда по имени солнца», песня «Пачка сигарет». Все аккорды играются без баре. И, соответственно, проще начать обучение именно с этих песен. Как синхронизировать работу правой и левой руки? Я покажу самое простое упражнение, которое будет нацелено именно на синхронизацию правой и левой руки. Первое упражнение такое. Мы ставим на первый лад указательный палец, потом дальше на второй лад у нас пойдет средний палец, на третий лад безымянный и мизинец на четвертом ладу. Задача сыграть большим пальцем каждый лад. Это должно быть синхронно, это должно быть ритмично. Я показываю в медленном темпе упражнение. То же самое можно сыграть на пятой струне. Обратите внимание, что когда я играю большим пальцем, я делаю опору на соседнюю струну, на четвертую струну. Начинать лучше с медленного темпа, постепенно ускоряя ритм. Упражнение можно немножечко разнообразить, если мы сыграем на первой струне, сыграем те же пальцы, но в правой руке у нас пойдет чередование указательного и среднего пальца. То есть мы можем большой палец поставить на шестую струну в правой руке. Здесь мы играем сначала указательный, затем средний, потом указательный и средний. Нужно поиграть все это в первой позиции, то есть от первого до четвертого лада. После того, как вы добьетесь хорошего ритма, можно постепенно переходить выше. То есть мы сдвигаем первый палец указательный на второй лад и играем дальше. Играем до двенадцатого лада таким образом. Когда мы дошли до двенадцатого лада, мы можем сыграть то же самое, но уже в нисходящем порядке. То есть начиная с мизинца и идем уже вниз. Мизинец идет на одиннадцатый лад, десятый, девятый, восьмой и так далее. Как синхронизировать игру аккордов? То есть мы, например, берем два аккорда. Сначала мы играем большим пальцем вниз. Два раза каждый аккорд. Каждый аккорд два раза вниз. После того, как мы наработали этот навык, можно уже приступать к перебору. То есть на аккорде АЕ мы играем пятый бас. На аккорде Е играем шестой бас. Пятый бас. Шестой бас. Если и здесь у вас возникнут сложности, я рекомендую играть отдельными руками. Сначала делать перекидку левой рукой с аккорда АЕ на аккорд Е. Таким образом, чтобы аккорд вставал сразу. Не по очереди пальца ставим вот так вот, а именно стараемся ставить сразу. После того, как мы наработали вот этот навык перекидки аккорда, мы играем отдельно правую руку. Пятый бас, шестой бас. Это перебор у нас идет отдельно. И после этого мы соединяем правую и левую руку. То есть пятый бас, шестой бас. Опять первый аккорд и второй аккорд. Упражнение применимо к любым аккордам. Как научиться петь под гитару? Здесь сначала нужно уловить ритм музыкального произведения. Давайте рассмотрим на примере песни пачка сигарет Соя. То есть если мы играем аккорды, то у нас их всего четыре. Это аккорды М, А, М, С и Д. Рекомендую первое время просто проводить каждый аккорд по два раза вниз. Ну, например, Я сижу и смотрю в чужое небо из чужого окна. То есть после того, как вы нащупали ритм, можно уже перейти к перебору. Я сижу и смотрю в чужое небо из чужого окна. Это касается любой песни. Давайте рассмотрим на примере песни о звезда по имени солнца. Аккорды всего четыре. А, М, аккорд С, аккорд Д, М и аккорд Дж. Каждый аккорд проводим вниз по четыре раза. Белый снег, серый лед, на растрескавшейся земле. Одеялом плоскутным на ней город дорожный петля. После того, как вы наработали ритм четыре раза вниз, вы играете уже бой. Белый снег, серый лед, на растрескавшейся земле. Как чувствовать гитару? Для этого просто необходимо научиться играть так, чтобы не смотреть на руки. То есть когда вы выучили произведение или песню, старайтесь ее играть так, чтобы не смотреть на руки. Ну, например, как это делал Джимми Хендрикс, гитарист. Он играл примерно так. Он ставил гитару за голову и играл вот все, что угодно. Сейчас я покажу самый простой бит, который можно применить к песне мой рок-н-ролл B2, или можно просто сыграть этот бит. Он звучит очень красиво. Давайте послушаем. Так, теперь я показываю, как его играть. Смотрите, перебор у нас всегда будет один и тот же. То есть мы извлекаем бас, например, четвертый, потом третья, вторая, третья, первая, третья, вторая, третья. Вот такой вот еще раз перебор. Давайте от шестой струны я покажу. Шестая, третья, вторая, третья, первая, третья, вторая, третья. Здесь мы ставим на третий лад четвертую струну, на пятый лад ставим третью струну. Вот таким образом указательные и безымянные пальцы. Дергаем четвертую струну, играем третья, вторая, третья, первая, третья, вторая, третья. Затем вот этот палец указательный перекидываем вверх на шестую струну, играем бас шестой, тот же перебор. И потом вот этот второй средний палец ставим на шестую струну пятого лада. Играем с шестого баса, тот же перебор, и играем открытую, пятую. И все. Получается достаточно приятный бит. И, кстати, вы можете спеть песню «Мой рок-н-ролл». И то, что было на белом, откроется потом. Мой рок-н-ролл – это не цель и даже не средство.